Друзья, рад вас видеть на нашей очередной встрече. И мы продолжаем говорить о статье Франц Гринье и Марка Решира, посвященной дневникам Эдуарда Кузнецова. И сегодня мы по большей части будем заниматься вопросами перевода. Но в последние минуты нашего прошлого заседания было две записи на реплики, касающиеся теоретических вопросов. Я бы этот формат определил как 5-7 минут. Есть ли желающие эти реплики произнести? Павел, кажется, вы хотели... Да, спасибо. Я хотел бы произнести. Спасибо за возможность. Если можно, сейчас. Моя реплика, прежде всего, в продолжении второго из пяти тезисов Георгия Чернавина, которые были озвучены на прошлом семинаре, с точки зрения Гринье и Решира, Кузнецов не является жертвой технического взаимоперетекания советского и антисоветского, как в двух сторон одной медали. И Франц Гринье и Марк Решир пишут о, видимо, в дневниках Эдуарда Кузнецова движение единичного человека по направлению в поисках универсальной истины. Гринье и Решир пишут, он не хочет заставить людей быть свободными, он просто хочет быть свободным в единственном числе. И вот это противопоставление, оно, с точки зрения Гринье и Решира, оно не является просто противопоставлением в себя идеологии, но является каким-то другим движением. И в то же время принципиальная единичность движения к истине вызывает вопрос о принципиальной возможности коллективного противодействия идеологии или, по-другому, о возможности совместности у преодолевающих идеологию, о возможности общего языка. Предположу, что это может быть язык абсурда. Я хотел бы предложить параллельное место у Сартра и кратко прокомментировать эту параллель. И параллель такая, она довольно банальная, потому что в работе «Проблема метода» Сартр, это работа 1957 года, Сартр приводит историю угонщика самолета, не аэродромного работника, не белой расы, который в Англии угнал небольшой самолет и перелетел через Ла-Манш. Угонщик не умел толком управлять самолетом, поэтому он не смог совершить посадку и разбился во Франции. Сартр говорит об этой истории как о примере преодоления общего будущего. Такого будущего, которое задано системой запретов. Например, запретов на получение бедными людьми медицинского образования, или запретов на пилотирование самолета людьми неподходящей расы, или запретов на определенный образ жизни. Безнадежное отчаянное действие угонщика радикально выводит его из такой системы координат заданных идеологий, открывая для него, цитата, «ослепительно короткое будущее». По Сартру его единичный акт является партикуляризацией коллективного мятежа населения колоний. И здесь интересно, что совершенное в действительности соответствует тому, что угонщик делал в собственных глазах, потому что он, казалось бы, просто устраивал свою судьбу. Ну вот здесь я бы сравнил абсурдный жест угонщика из истории Сартра с прагматичным планом фигурантов ленинградского самолетного дела. Попытка угона выглядит запланированной и в то же время несколько наивной. Ведь 12 знакомых друг с другом людей с семьями и с детьми ранее купили билеты на рейс кукурузника Ан-2 в удаленный поселок Ленинградской области, рядом с финской границей. Наверное, это были, возможно, это были все билеты на этот рейс, в тот день. Среди захватчиков был Марк Дымшиц, он был вторым приговоренным к смерти, и он был бывшим пилотом. И это Дымшиц предложил захватить кукурузник вместо реактивного самолета, так как не был уверен, что справится с управлением большой машины. Возможно, план потерпел крах из-за провокатора, однако сам по себе план организовал своей продуманностью далек от отчаянного жеста исхода в таинственную землю обетованную. Предположу, что само представление о западном мире можно назвать формой идеологии, диссидентской идеологии, противостоящей официальной. И, собственно, это то, о чем говорилось в прошлый раз, в прошлом семинаре, что критически читать дневники Кузнецова, можно увидеть стилистические параллели с советскими эмиграторами, с диссидентами. На совершенно захватывающем моменте прервали выступление Павла. Павел, прошу вас. Спасибо, спасибо. То есть я сравниваю угонщика Усартра и угонщика Кузнецова и товарищей, сравниваю абсурдность и невозможность одного плана и, казалось бы, продуманность второго плана, который выглядит менее отчаянным, может быть, который заботится о массе подробностей, о том, как улететь вместе с семьями, о том, как сделать это без насилия, без риска для пилотов. Был выбран аэропорт на севере Швеции, куда должно было хватить топлива долететь, ну и так далее. И я, наверное, продолжу тем, что именно особенное положение, именно то, что случилось потом, особенное положение приговоренного к смерти выводит Кузнецова из ряда диссидентов, подчеркивает единичность его опыта. Стартер говорит об ослепительно коротком будущем вне идеологии, которую выбирает английский угонщик. И будущее Кузнецова угонщика едва ли можно назвать ослепительно коротким. Этот эпитет лучше подходит для будущего Кузнецова-смертника. И вопрос здесь, необходим ли смертельный риск, для выхода из идеологии. И если так, то как же возможна совместность, как же возможна солидарность? И, наверное, второй путь преодоления идеологии в том, что претензия на тотальность разрушаются наглядной демонстрацией единственного исключения. И все, кто понимают возможность такого исключения, оказываются вне идеологии, возможно. То есть, возможно, одного примера достаточно для того, чтобы задаться вопросом, а что, так тоже можно было? Одна лазейка открывает угол зрения, при котором идеология превращается в решеток. Наверное, я в качестве примера приведу примера такого... Соответственно, идеология пытается возможность этого абсурдного действия исключить и его не заметить. И, может быть, в качестве примера такого исключенного абсурдного действия я скажу несколько слов об Альтюссере и его эссе об идеологии и идеологических парадах государства. В тексте используется множество религиозных примеров. Речь идет об обращении Петра, о проповеди Павла, вспоминается молитва о Чаше и разговор Моисея с Яхвой у горящего куста. Джудит Батлер, например, говорит, что весь текст квазирелигиозный, построенный на понятии вины, и даже окликающий полицейский у Альтюссера это переодетый священник. Тем не менее, чтобы достигнуть эффекта тотальности идеологии, Альтюссер проходит, пожалуй, мимо самого яркого примера интерпелляции из священного писания, мимо ночной битвы Иакова с ангелом. Накануне решающей встречи с когда-то обманутым братом, Иаков ведется не канонически с посланцем небес, не отвечая почтительно «вот я», но вступает в схватку и силой добывает благословление, а с ним и новое имя Израиль, борющийся с Богом, которое достается не только ему, но и его потомкам-последователям. Пожалуй, с точки зрения Альтюссера это было бы непочтительным обращением с идеологией, с окликом и не вошло в текст. Получается, что действия, совершенные на перерез ограничений, которые воспринимаются как само собой разумеющиеся, может быть единичным, а вот коллективность и солидарственность появляются из рецепции этого действия, из его последствий и других единичных действий, которые им вдохновлены. Здесь, наверное, можно привести какие-то современные примеры и, наверное, можно приводить много примеров из современного искусства. Но я, наверное, обращу внимание только на то, что делает или даже собирается сделать екатеринбургский художник Тимофей Радя, который анонсировал, что его речь на суде 6 апреля будет не текстовой речью, а какой-то перформативной. В общем, что произойдет, мы увидим. Спасибо. Павел, спасибо большое. Очень интересно, особенно в том, что касается Баттлера, интерпретирующего Альтусера. А какую работу вы имеете в виду? Я просто после окончания нашего семинара пойду ее читать. Я уже пошел на мьют. Я, наверное, пришлю ссылку. И я читал... Позвольте, я просто найду и, может быть, пришлю ссылку прямо сейчас. Спасибо большое. Спасибо за захватывающий доклад. Чем сильнее был контраст вторжения иррационального, тем сильнее мы ценили ваш доклад как возвращение не только нормы, но и наоборот того, что эту норму превышает. Спасибо. Было очень интересно, особенно ход через Сартра, через проблемы метода. И я был совершенно поглощен в вашей речи. Очень интересно. Я думаю, у коллег могут быть вопросы и замечания. Пожалуйста. Мы можем накопить сессию вопросов и комментариев после двух выступлений, если пока нет записей на вопросы к Павлу. Я, может быть, задал бы уточняющий вопрос. В начале доклада вы говорили о том, что совместное преодоление не только такое единичное выпадание из идеологической речи, возможно, через некоторый совместный язык абсурда. Это очень интересно. Как вы это себе представляете, что вы имеете в виду более детально? Знаете, только как я понимаю это. Я, пожалуй, я помню то, что Кузнецов говорил, то, что вы цитировали в прошлый раз, то, что Кузнецов не поддерживал политические движения и не поддерживал какую-то коллективную борьбу. И мне, наверное, близка эта интонация в том смысле, что выпадение из идеологии может быть единичным, может быть единичным действием. Это то, на что обращают внимание Решир. Вопрос просто в том, каким образом и может ли быть у выбавших из идеологии некий язык общения, некоторая совместность и каким способом, чем она может быть опосредована. И, наверное, если она будет опосредована какой-то классической символической системой, то она стремится как бы упасть обратно в идеологию или упасть в какую-то другую идеологию. И, наверное, язык, в котором сообщения поняты не до конца или поняты не всеми, это тот язык, на котором могут разговаривать люди, единично вышедшие из идеологии. То есть это такой птичий язык, как бы двойное дно? Да, это может быть двойное дно, это может быть птичий язык, это может быть... Да, это двойное дно. Это двойное дно, это язык намеков. Спасибо большое. Ну, вообще, да, помимо двоемыслия и двойной речи, двусмысленной речи, эта стратегия сделала хорошую карьеру в 20 веке еще в такой литературе, стоящей посередине между поп и авангардом в технике двойного кодирования, а не не обязательно техники кухонного разговора, но и, например, способ написания произведений для двух разных читателей. Спасибо большое, очень интересно. Ну что ж, если не появилось вопросов, реплик, замечаний, тогда я дам слово Виталию. Виталий, пожалуйста. Всех приветствую. Я хочу быть честным, моя попытка склести эту событию на нить и нанизать на нее вот эти бусинки каэрологические, где можно было бы, собственно, этим хендмейд-разарем поиграться. Здесь апостол Павел, здесь Банхёфер, а здесь Кузнецов не удалась. И, наверное, это хорошо, потому что на опыт неудачи это не может быть, ничем как опыта неудачи. В итоге у меня вся эта работа, которая выражала бы мой интерес касаемо опыта неудачи в частности, вылилась эдаким, скажем так, эдаким перформансом моего опыта неудачи. Если это будет уместно, то я его зачитаю, наверное. Давайте. Мой опыт маленькой неудачи или мама, я еще не умею говорить. Опыт. Опыт виртуальности. Вот что общего в моем прочтении послания из УЗ. Почему так до УЗы? Опыт виртуальности или только? Опыт откровения, отрешенности, отъединенность. Как хоризменом, хоризмоз, хора, опыт, экспириенс. Какова связь эффективности и виртуальности, эффективности и фантазийности, боли и галлюцинации, травмы и дремни. Собственное тому, что можно испытывать в опыте чтения решира, в частности, в поэтическом элементе, когда исследование винни, как и переходность, переход на объект, веномен пук, лыдя свой собственный характер, как бы игра. Америчность, галлюцинаторность экспириенса, сингулярность, опыт экспириенса, как проживание необратимости, единичности, единичного, его хрупкой прозрачности, призрачность. Оно не позволяет схватить его, оно проходит, проходит, оставляя после себя след чего-то почти неразличимого, неразличимого и, казалось бы, несущественного, но нет, существенного, меняющего, отмеряющего зазор между еще не и уже не в тот самый момент, когда почти теряешь надежду на то, что-то останется и что-то остается и что это все не зря. Это похоже на то состояние, когда вот-вот только проснешься, откроешь глаза, но еще там и ладони помнят ощущение того, что то сокровенное, это тайна и мудрость, то счастье в символическом и значимом для себя воплощении, оно у тебя в руках, и ты в очередной раз прививаешь себя к миру и его повседневности, с каждой практикой, будто почистить зубы, привести себя в порядок, позавтракать, спать на работу и так далее. Вот это вот все отныне не просто с тобой, оно теперь материал для ваяния вот этой вот твоей жизни, твоей жизненной истории, где важен сам процесс, сама игра, само повторение, сам юз, и то наслаждение твое, какое-то исключительно твое, почему-то не цензурное, а наслаждение, которым ты с радостью делишься с твоей повседневностью, с твоим временем, с твоей современностью, которую ты тут же конструируешь, как идея, как сеттинг, стиль, атмосфера, это экстатически скрученная, искривленная сцена феноменальность, где ты себя и находишь, как и всегда, как и всегда, в тяге этого, кинетического, опустошающего, эффективно-темпорального сквозняка. Опыт. Опыт виртуальности? Вот что общее в моем прочтении послания из УЗ. Почему тогда УЗ? Опыт виртуальности или только? Опыт откровения? Отрешенности? Отъединенность? Кэ хоризменом? Хоризмос? Хора? Опыт? Экспириенс? Тревога? Ужас? Цепенелый покой? Сущностная анимота? Мама! 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 Спасибо. Да, Виталий, спасибо. Ну, как всякое художественное произведение, его лучше оставить звучащим, для того, чтобы его пережить. Я думаю, что тут без комментариев. Ну что ж, у нас сегодня совершенно неповторимый семинар. Вообще, в первой в моей жизни такой Zoom опыт. Давайте тогда вернемся к нашим текстам и немножко поредактируем. Я открыт вашим предложениям и замечаниям, но я предлагаю начать с той же точки, где мы остановились в прошлый раз. Насколько я помню, это был конец первого абзаца, второй страницы. Мы тогда закончили парадоксом, который формулирует Кузнецов и от которого отталкивается Решир. Это был следующий парадокс. Человек не может эффективно противопоставить себя существующему режиму, потому что не является личностью, а затем став таковой, потому что не в силах избавиться от повседневной опеки. Вот такой парадокс. Это была последняя, насколько я помню, точка нашего прошлого семинара. Давайте теперь продолжим. Почитаем, и я буду рад вашим предложениям по редактированию перевода. Если у кого-то открыт французский текст, тем лучше. Я буду следить по переводу. И есть ли у нас добровольцы, которые почитали в обслужии? Могу я почитать? Давайте, Виталий. Это большой абзац, но где-нибудь в середине его мы остановимся. Окей. И потому это трудные размышления. Для начала их было трудно передать, а затем не менее трудно понять. Но это вместе с тем и тяжелые размышления. Настолько тяжелые, что оставляют нас в внимате, внушают уважение. То есть страх осмелиться говорить вообще что-то, после них сказать. Это речь, ищущая и обнаруживающая себя в дневнике, подстерегающая сама себя, наблюдающая за собой, записываемая изо дня в день, что позволяет избежать отупения тюрьмы и лагеря, трагически истончающаяся в трудовом лагере, где она не ищет больше ничего, кроме реалий, ухваченных средствами здравомысленной социологии лагеря, кроме сухой и голой статистики. Да, давайте здесь замрем на секунду. Вот Артем в чате обращает внимание на то, что как раз этот парадокс Решир немножко, его формулировку меняет, манипулируя кавычками. Мне кажется, что мы можем поставить это в таком виде. По поводу начала абзаца нет никаких замечаний, мыслей, сомнений, возражений, предложений. Ну, если нет, тогда давайте еще чуть-чуть продолжим. Виталий, пожалуйста. Этот голос, чье размещение резко обрывается по причинам, о которых мы ничего не знаем, это человеческий голос. И то, что он говорит, неотделимо от единичного человека, выражающего себя в нем с юмором, ясностью, с требовательностью в отношении себя и мира, голос, в свете которого открывается бездна. А делить в этих размышлениях универсальное для нас и единичного для того, кто их порождает, значило бы предать их самым выпивающим образом, поскольку это значило бы совершить хитрое предательство, предать со всей хитростью идеологию. Для этого нам пришлось бы окончательно вжиться в идею, что нигде, кроме как во лжи и в иллюзии, нет абсолютного места истины. Виталий, вас просят чуть помедленнее читать. Ага. С какого момента? Ну, давайте с того момента, где остановились, но чуть помедленнее. Для этого нам пришлось бы окончательно вжиться в идею, что нигде, кроме как во лжи и в иллюзии, Нет абсолютного места истины, а есть только наделенные плотью люди, которые ищут его как свою собственную субстанцию, как воображаемое место, которое и признается таковым, необходимое им, поскольку только в поиске, без сомнения, не имеющем конца, у них есть шанс на то, чтобы сотворить себя и получить признание от самих себя. Спасибо, давайте здесь остановимся. Здесь уже и в философстве есть интересные вещи. Во-первых, это интрига, связанная с неприемлемостью или невозможностью отделения единичного от универсального. Чем-то это напоминает ход, который сделает в бытии и события Бадью, когда будет говорить о единичном основании универсального. И другой ход, тоже чем-то напоминающий трактат Бадью, это ход, связанный с тем, что представление об истине, свойственное эскетическому релятивизму, это такой идеологический инструмент манипулирования, с которым Решир нам предлагает не согласиться. Это очень, на мой взгляд, характерный в конце абзаца для Решира ход. Он часто так делает в других текстах. Он формулирует, точнее, развернутую позицию, имея в виду, что это совсем не то, что он отстаивает. В этом отношении он развернуто представляет противоположную для него, неприемлемую для него позицию. Это меня в этом абзаце прежде всего заинтересовало, но, может быть, есть еще замечание. Я вижу, Артем поднял руку. Артем, пожалуйста. Да, коллеги, у меня канал может упасть, поэтому звук может пропасть. У меня вот здесь самый главный вопрос к этому тексту вообще. Я не знаю, он относится к переводу или к исходнику. Итак, мы не можем отделить универсальное от единичного. Для этого нам пришлось бы окончательно вжиться в идею, что нигде, кроме как во лжи или в иллюзии, нет абсолютного в кавычках места истины. Вот давайте перевернем эту идею. То есть, с точки зрения Решира, есть еще где-то, кроме как во лжи и в иллюзии, абсолютное место истины, и нет только наделенные плотью люди, которые ищут его как свою собственную субстанцию. Правильно ли я понимаю его мысль? Если это так, то это противоречит предыдущему предложению. Тогда он отделяет универсальное от единичного. Да, Артем, спасибо большое. Вот для меня эта концовка абзаца тоже составляла трудности, и я как в переводе принял такое интерпретационное решение исходить из того, что предыдущее предложение, где он говорит о предательстве, это еще как бы от первого лица оппозиция высказывается. А последнее приложение этого абзаца, это некоторая неприемлемая позиция. В чем она состоит? Она связана с отделением, связь с единичным случаем Кузнецова. И эта позиция говорила бы нам о том, что истину мы только иллюзорно полагаем в качестве некоторой универсальной и всеобщей необходимой, и это некоторая неизбежная человеческая иллюзия. И вот эту позицию еще, по-моему, не собирается принимать. Это скорее описание неприемлемого противника. Екатерина, пожалуйста. Да, у меня вот скучное совершенно наблюдение. Как раз в предыдущем предложении я вижу некоторую шероховатость в перечтении, потому что здесь вроде бы все по французскому тексту, но не очень ясно по-русски звучит. Отделить в этих размышлениях универсальное для нас от единичного, для того, кто их порождает, значило бы передать их самым пущим образом. То есть у меня просто возникает некоторая эквивокация. Я понимаю, что она исчезает при повторном прочтении, но на первом прочтении она возникает. Когда отделить универсальное для нас, начинает казаться, что здесь имеется в виду, что для нас отделить в этих размышлениях универсальное от единичного, для того, кто их порождает. То есть вот, я не знаю, у меня одно это как какой-то легкий сбой здесь возникает, что я при втором прочтении понимаю, что универсальное для нас, единичное для порождающего. Это нужно сцепить с этими двумя как бы понятиями. Спасибо, Екатерина, я пометил, буду думать, что с этим делать. Спасибо большое. Насколько я понимаю, смысл таков. Значение или истина, высказанная в этих размышлениях, не является частной истиной Эдуарда Кузнецова, а она значима для нас, западных людей. Вот таков контекст высказывания. А дальше, возвращаясь к реплике Артема, то, что описывается в последнем предложении, это, собственно, описание того предательства, как это формулирует Решире Геринье. Что было бы предательством? Предательством был бы скептический релятивизм. То есть, вот есть заключенный и его частная единичная истина, и которую он проецирует в некоторое воображаемое место абсолютной истины. Вот я для себя так это понял, но, может быть, вы поняли иначе, если вы хотите что-то добавить. Ко мне вопрос? Да, да, да. Я не понял его мысль вообще. По-моему, отделение универсального от единичного – это и есть утверждение о том, что существует, по мнению Решира, абсолютное место истины, а не только наделенное плотью людей, которые ищут его как свою собственную субстанцию. Для меня это по-прежнему противоречие. Если они неотделимы, единичные от универсального, о чем было и выше, значит, выше в смысле по тексту, то путем переворачивания вот этого последнего предложения мы получим позицию Решира. То есть не только во лжи и в иллюзии есть абсолютное место истины, и не только наделенные плотью люди, которые ищут его как собственную субстанцию, как воображаемое место, а, ну, додумаем, что антитизой-то является. А есть бесплотные, так сказать, люди, которые ищут его как универсальную, абсолютную субстанцию, как невоображаемое место. Это и будет. Кажется, я вас понял. Нет, вот почему я как раз заговорил об Адью, потому что это вот случай, который, на мой взгляд, чем-то напоминает то, на что намекает здесь Решир. Как бы ошибочные было бы противопоставления абсолютной истины и единичной частной истины. Вот, насколько я понимаю, Решир, он здесь хочет нам сказать о невозможности вот этих двух оппозиций. Одна сторона этой оппозиции был бы, предположим, такой карикатурный платонизм, другой стороной этой оппозиции был бы скептический релятивизм. Неприемлемо ни то, ни это, а нужно исходить из неразделимости абсолютного, универсального и единичного. То есть, это такая модель, которая чем-то напоминает густерлевскую первичное учреждение. Некоторым фактичным... Да-да-да, в вашем изложении все совершенно логично звучит. Да, Георгий Георгиевич, в вашем изложении все звучит очень логично, но у него эти предложения, так сказать, неоднородны. Они не сопоставлены друг с другом. Но тут, короче, то ли стиль автора, то ли бог с ним. Да, я совершенно не наставил на это. Это мелкое замечание. Шанс на то, чтобы сотворить, можно просто шанс сотворить себя. Да, я не наставил на эту интерпретацию. Это вот то, каким образом я наделял этот абзац для себя смыслом. Может быть, я как бы дострою какие-то связи, и коллеги могут сделать это другим способом. Если это возможно сделать более простым и менее как бы достраивающим образом, это будет даже лучше, и, наверное, мы ближе будем к переводу, поэтому я открыт для предложения. Здесь снова есть этот софер, который мы в прошлый раз вспоминали, да? Да, да, да. Это как самостановление, может быть. Да, действительно, спасибо тоже. Поэтому я вернусь, редактируя. Да, софер. А еще интересно, по смыслу здесь, поскольку он все же испытал довольно сильное влияние Дорида, я не знаю, правда, когда именно это с ним происходило, не так хорошо помню. Здесь вот эта вот тематика голоса, она не отсылает ли в данном случае к голосу Дорида? Или это как бы в данном случае вот скорее просто, ну, можно так наивно прочитать, как там голос из дневника, голос человека, политический голос? Я не знаю, здесь есть какая-то возможная параллель или не стоит ее искать? Да, он действительно рано оказался под влиянием Дорида, собственно. Он пришел в философию через Дорида, но вышел из Дорида через Хайдегера, из Хайдегера через немецкий идеализм, из немецкого идеализма через Буссерля. Но тут я не берусь сказать, насколько это маркировано, принадлежащее Дорида понятие. Да, не хватает немножко внешних указаний на это. Спасибо, я тоже подумаю об этом, насколько это связано с Дорида. Так, коллеги, вот что у вас еще кроме этого единичного, универсального еще в этом абзаце обеспокоило? Вот я все продолжаю на самом деле про это думать, а тут нету такого, что отделить, означало бы предать их тыры-пыры, и мне кажется, связь, может быть, поэтому нам придется вжиться в идею. То есть не для этого, да, не для того, чтобы отделить, нам придется вжиться в идею, а поскольку это означает предательство и тыры-пыры, то нам придется вжиться в идею, что нет никакого абсолютного места истины. Тут же как бы, насколько я вижу, нету союза. Да, да, то есть для этого заменить на поэтому, да? Ну, мне кажется, что тут скорее, да, либо поэтому... Даже в этом случае, да, в этом случае. Да, в этом случае нам, нет, не в этом случае, а именно, что нам придется... Да, тут как бы это вживание в идею, оно явно с таким отрицательным знаком, то есть предать значило бы свыкнуться с мыслью, вот скажем так, вжиться в идею, свыкнуться с мыслью. То есть как бы счесть нормальным скептический релятивизм, вот что значило бы предать. Вот я так это понял. А мне кажется, я просто не уверена, что здесь этот негативный оттенок имеет. Вот этот вот, то есть что здесь речь идет именно о таком тотальном скептицизме, но я как бы не настаиваю на этом. Да, я тоже не настаиваю. Может быть, наоборот, скорее, то, что... Сейчас запрожу. То есть что идея об абсолютном месте истины является иллюзией, а на самом деле есть только наделенные плотью люди. То есть скорее не против скептицизма, а против такой абсолютизации истины. Нет? Ну вот, как бы, что что-то во мне сопротивляется почтению, потому что он в других местах этой статьи как бы хочет истину сохранить, истину удержать. Ну, а не то, что он ее удерживает именно, да, как истину в поиске. Да, но... То есть скорее противопоставление абсолютной истины, да, не такой скептическому отсутствию истины, а истине в поиске, да, истины такой вот как бы искомой, такой как этот полагаемый нами где-то. Это да, это да, но все равно вот я как-то не узнаю позицию Ришира вот в этом последнем предложении, вот в этом описании. Очень не похоже на то, что он всегда в других местах как бы делает. То есть скорее моя гипотеза, что это некоторая карикатура того пути, по которому не надо идти. Вот я исходил из этого. Но может быть коллеги предложат аргументы, да, почему я готов пересмотреть это прочтение. Но вот исходя из моего опыта чтения этого автора, это очень не похоже на описание его собственной позиции. Окей. Ну, я вот, если можно, скорее поддерживаю, потому что здесь те эпитеты, которые выбираются, это явно негативное, окрашенное вот это вот. Это как бы не просто хитрое, да. Тут может быть хитрое, но именно вот что оно подлое, как бы такое из-под тяжка сделанное нечто. И потом во французском стоит двоеточие, что как бы, если я правильно понимаю, как раз распространяет это вот, то, что в русском разбивается новое предложение, для этого нам пришлось бы сделать там это вживание в идею и так далее, что вот, собственно, как бы предательство, оно вот это вот и заключается во вживании. Ну, я так поняла. Да, действительно, я это разбил на два предложения, как во многих случаях. Да, наверное, стоит, вот если я с этой интерпретацией остаюсь, то стоит добавить некоторый повтор, предательство и заключается, например, да. Спасибо. Вот для меня тоже здесь расставлены какие-то намеки, связанные с тем, что это не позиция, которую нам решили предлагать в качестве какой-то оптимальной занятии. Спасибо, но я еще раз это дело перерою, перередактирование. Так, остались ли? Так. Это, похоже, вопрос на верху. Теперь уже вздрагиваешь при каждом неожиданном звуке. Хорошо, но если у вас больше нет замечаний, то давайте еще продвинемся вперед. Кто бы почитал? Давайте разгрузим Виталий, давайте попросим кого-нибудь еще. Кто готов почитать? Я, в принципе, могу почитать. Давай, спасибо. В силу самой религиозной сути тоталитарного государства, страница 147, то есть в силу невозможности помыслить как социальную реальность, так и социальное воображаемое, исходя из другого социального воображаемого, например, религии, перед нами совершенно новый шанс для поиска истины. Так, ну, примечание, наверное, потом. Там посмотрим. Истина больше не считает себя пленницей и приходит на смену учредительной иллюзии общееобязательной истины. Но это также и трагедия для человека, индивида, состоящая в том, что открытость к истине вопроса об истине вместо заданного истинного можно практиковать, только претерпевая фантастическое и квази-бесконечное государственно-бюрократическое принуждение. Было ли за всю историю человечества, помимо фашистского государства, другое государство более сильное, чем это? Это принуждение косвенным и квазикоррелятивным образом оставляет, как предельное антропологическое ядро для нескольких странных, привилегированных, преследуемых оппозиционеров, одно голое стремление к свободе. Или, по крайней мере, опыт, стоящий за этим стремлением, неизбежно и квази-необходимым образом укоренен в единичности. И опять же, чудовищная ложь, серый и идиотский самообман или зловещее стремление к интеллектуальному комфорту стояли бы за попыткой рассматривать эту единичность как абсолютно единичную. Как раз наоборот, она касается нас всех, в том числе и нас здесь, и в ней есть аспекты, трогающие нас, настолько они верны и тверды, как кристалл. Да, Катя, спасибо большое. Но вот я должен сказать, что вот это последнее предложение, оно меня как раз подталкивало к тому, чтобы считать, что сам Решир исходит из неразделимости универсального и единичного, что это его позиция, не абсолютная истина сама по себе и не единичная истина, а вот их некоторая неразделимость, по-моему, вот последнее предложение, оно отчасти про это. Должен сказать, что сейчас перед перечитыванием мне показалось в переводе гораздо более невразумительным, чем раньше. Вот особенно меня беспокоит второе предложение, но, может быть, у вас беспокоит что-то еще. меня вот немного беспокоит, знаете, во французском стоит там в скобочках в этом абзаце один и два. Это... Или я это неправильно читаю? Я думаю, что это какие-то... А, это сноски все, простите, да, все нормально. Я подумала сначала, что это какие-то выделения просто сноски. Вот что здесь действительно любопытно, это невозможность помыслить социальную реальность и социальное воображаемое, исходя из другого социального воображаемого. Вот это как бы интересная ситуация. То есть, как бы проблема заключается в том, что как бы им тогда, в 1975 году в Париже и Брюсселе можно было только некоторым реконструкцией таким археологическим образом пытаться понять, что же, собственно, происходит в Советском Союзе. То есть, Решил предлагает нам как бы воздерживаться от иллюзии ясности. Вот это интересный ход. И тем не менее, не отказываться от претензии на истину. И здесь как бы интрига состоит в том, что мы находимся вот между иллюзией общеобязательной истины, это было бы прочтение чужого, чужого социального воображаемого по своему критерию, было бы жертвой иллюзии общеобязательной истины, но также ошибочным был бы ход через индивидуальную, единичную истину этого Эдуарда Кузнецова. То есть, у меня вот сложилось впечатление, как бы я так для себя этот текст сделал приемлемым, что он хочет пройти между Сциллой и Харибдой единичного и абсолютно в чем-то, как это делает Ален Бадью, но Жон Систепа, как говорится. Может быть, ваш глаз зацепился еще на что-то здесь. И у меня как бы взгляд испорченный на Мовес Фуа сразу упал, да, который здесь есть, самообман пресловутый. То есть, есть ли здесь, ну, тоже, я думаю, может быть, это совершенно лишнее, может быть, это не стоит сразу же видеть в этом саратрианский сюжет. Может быть, он здесь и есть. Последнее предложение, да, чудовищная ложь, серый, да, да, вот, насколько я знаю, почти нет у Лишира каких-то, насколько-то, как бы серьезных ссылок на Сартра. Вот почему-то Сартра прошел мимо. При том, что книжка Лекара Лерьян, да, Саша Карлсона, «Беседы с Риширом», ее название, это явная аллюзия к «Летро Лерьян», но у меня ощущение, вот, насколько я понял, эту аллюзию привнес Саша Карлсон, собеседник Ришира. Сам Ришир до конца как бы сопротивлялся тому, чтобы принимать всерьез с Сартра. То есть я не уверен, что Ришир как бы осознанно здесь привносит Сартовский мотив, вот поэтому я взял более-менее нейтральный перевод Мога Сихуа. Да, хотя тема-то она как раз очень Сартовская вообще-то, про отношение единичного, в данном случае всеобщего, и стремление к свободе, что как бы является сюжетом многих художественных как раз текстов Сартра, то есть тут какой-то, ну ладно, может быть, это действительно просто что-то в воздухе, да, контекст, который в данном случае не имеет никакого прямого, прямой отсылки здесь, в общем, нет, но контекст спрашивается. Ну вот здесь очень сложно, когда я вот читала просто вслух, было со скобками, но я понимаю, что это действительно просто такие скобки стоят во французском, и ничего с этим не поделаешь. Во французском стоят тире, да, я вот предаточные предложения, вставленные, вставное предложение при помощи тире, по-моему, это чудовищно, скобки тоже чудовищные, но чуть менее чудовищные, ну, это было, по крайней мере, какое-то эстетическое предпочтение. Решили, любят вставлять передаточные посреди предложения с помощью тире. Там просто возникает странный очень эффект того, что те скобки, которые во французском скобке про фашистское государство предложение, оно получается, что в русском идет после точки, то есть после точки идет предложение в скобках с большой буквы, с вопросительным знаком, что, ну, эмфатически, эмфатически делает эти скобки более скобочными, чем другие, и так, в общем, должно быть, но немножко... Спасибо, надо подумать. То есть, может быть, как раз... Я не пустил сюда вот эти предаточные предложения, разделенные из тире, я их просто не допустил в переводе. Да, просто может быть, вот как предельно антропологическое ядро, в принципе, в отделении тире здесь ничего бы страшного и не сделал. Ну, не знаю, это... Я не знаю, не берусь никак рекомендовать. Спасибо, надо подумать. Да, друзья, а... Можно скажу слово одно? Пожалуйста. Да, мне вот напоминает весь контекст этой статьи с разбором Кузнецова, Набоковского... Набоковское вот это приглашение на казнь. Здесь как бы общепринятое то, что мы называем идеологией и в чем как бы все общество органично себя чувствует противопоставлено совершенно иррациональному, который как раз и заключает в себе надежду на какую-то истину. и вот как раз в приглашении на казнь вот этот конфликт очень четко выписан, потому что в конце заканчивается тем, что его когда казнят, он как бы восстает и идет мимо них, ну то есть он в другой реальности. И это возвращает как раз к тезису Георгия вашему одному, где вы говорите о злом гении Декарта, да? Здесь вот на грани двух реальностей сновидений и это самое бодрствование. И вот здесь вот именно такая логика. Вот я вижу. Так, если в общем брать вот как парадигму, тогда здесь очень многое становится как бы понятным и прозрачным. Да, спасибо за это обдумать. Ну что ж, давайте тогда еще чуть-чуть продвинемся вперед. Павел, может быть, почитайте, если сейчас отдохнуть. Да, конечно, спасибо. Тюрьма это школа свободолюбия. Как мы на воле можем получить, услышать, понять такое утверждение? Мы, находящиеся в обществе, где стремящиеся к максимальной свободе, неизбежно расшибают лоб о неодолимую стену социально-политического рабства. Но надолго ли это? Наша либеральная система на деле несет в себе угрозу отчуждения нашей свободы путем ли тоталитарной реакции, путем ли подчинения элементарным нуждам, поскольку логика капитализма всегда может заставить в значительной степени потерять бесценную материальную безопасность, высмеиваемую только теми, кому уютно и тепло, которое позволяет отвечать на вопрос о свободе, не тревожа свой душевный покой. Дража это было довольно длинное предложение вообще. Да, давайте, может быть, здесь остановимся и его как бы с ним разберемся. Ну вот, кстати, сегодня Сарков неоднократно мы упоминаем, вот как мы на воле или мы на Западе можем понять такое утверждение, ну вот, собственно, через Сарковское мы никогда не были так свободны, как в лагере военно-пленных. Вот, по-моему, симптоматично, что Сартера решил здесь продолжать игнорировать, хотя это был бы такой аналог высказывания Кузнецова в собственном французскоязычном контексте. Так, Артем в чате пишет, мы находящиеся в обществе, где дальше нет сказуемого. Да, мы находящиеся в обществе, где стремящиеся максимальной свободе неизбежно расшибает себе лоб о стену, да, неодолимую стену социально-фрагического рабства. Действительно, это назывное предложение без сказуемого. Надо посмотреть, что там в оригинале. Давайте я все-таки французский вариант разверну и сейчас смогу ответить, было ли это назывным предложением в оригинале. там внуки демеру, демеру, тоже странное. Мы остающиеся, да. Так что так же было в оригинале вопрос, стоит ли добавлять сказуемое, если его не было. Как мы на воле можем услышать такое утверждение, а дальше разъяснение, какие мы. Да, мы находящиеся в обществе, где тра-ля-ля. Да, это не супер предложение без сказуемого. вопрос, стоит ли нам улучшать исходный текст? Тут может быть, это всегда рискованно объединить это, поскольку это один и тот же вопрос, как мы на воле можем получить услышать, понять такое утверждение, тире, мы находящиеся в обществе. Это будет понятнее, хотя с другой стороны можно оставить как есть. В принципе, поддерживаю предложение. Да, ну вот, отвечая на вопрос Артема из чата, что мы делаем, мы отвечаем на вопрос, кто мы. А мы кто? А мы находящиеся в обществе. Ну, конечно, это не супер. Объединить, да, но стоит об этом подумать. Спасибо, друзья, я отмечу это как возможность. Так, и вот следующее предложение. При чтении нам показалось длинным и трудным. Наша либеральная система на деле несет в себе угрозу отчуждения нашей свободы, утемлено контролитарной реакцией, потомлено подчинение элементарным нуждам, поскольку логика капитализма всегда может заставить в значительной степени потерять бесцельную материальную безопасность, высмеиваемую только теми, кому уютно и тепло. Которая позволяет отвечать на вопрос о свободе, не тревожит свой душевный покой. Да. У меня вопрос, предложение. Вот если слово поскольку заменить на слово ведь логика капитализма, это упростит предложение, я не знаю, насколько оно будет адекватно оригиналу, но поскольку-постольку, да, это некая подразумевает степень сравнения. Если можно просто обвинить логику капитализма в том, что происходит в первой части предложения, то это, наверное, будет проще. Да, спасибо, действительно, так как-то легче звучит. Верь логика капитализма. Да, спасибо, отличная идея. Как вы думаете, стоило бы здесь разделить на два предложения, где тире просто разрубить? Я бы не стала. Мне кажется, что оно не такое уж грандиозное. А если это делать, то поскольку надо вообще и веть тоже убрать путем ли подчинения элементарным нуждам и дальше логика капитализма, ну и так далее. Ну да, ну да. Единственное, что перед тире я бы поставила запятую, то есть там запятая тире, чтобы закрыть сам. И тогда... Да, да. Насчет двух предложений, да. Одного предложения. Да, спасибо, друзья, отлично. Так, Павел, еще есть у вас силы? Давайте чуть-чуть... Дрожа за свои степени свободы, про которые вместе с Кузнецовым мы прекрасно знаем, что они очень часто иллюзорны. Мы тем более оказываемся в состоянии воспринять его речь, в которой все сопротивляется подверстыванию под пресный гуманизм. Так этот зэк мечтает о сносных сокамерниках, ненавязчивых и скупых на слова. Для него не стоит вопрос о том, чтобы жаловаться на некоторых своих товарищей, провоцирующих в нем беспощадные рассуждения о человеческой природе, вроде этого рассуждения о жалких. Он искал у меня сочувствие и оправдание, но даже перед лицом смерти я не находил в себе сил ни для того, ни для другого, ибо в каждом его слове и жести проступал лично ненавистный мне облик маленького человека. О, это святая умилительная простота, такая простая, с вечной вязанкой хвороста в руках, истошно вопящая миллионами зловонных глоток на стадионах и косяками прущего гитлеровско-сталинские партии, когда они уже у власти, разумеется. Да, давайте вот до конца цитаты. Это цитата из Кузнецова. О, сори. Этот человек с улицы не столько жертвой репрессивных режимов, сколько опора их. Да, да, да. Вот я оставил так, как это у него в оригинале. Действительно, там по поводу множественного или единичного могли бы быть разночтения, но у него вот в дневниках так написано, так что мы следуем буквой того, что написано у Кузнецова. Собственно, Решировская здесь первые два предложения про степени свободы, про пресный гуманизм. Вот, кстати, первое такое неприятное ощущение чтения этой статьи как раз у меня было связано с тем, что как бы не предлагают ли нам такой пресный гуманизм. Вот, внимание к человеку в его единичности, жертве режима. Вот здесь как бы внутри текста мы видим сопротивление. То есть сама речь, с которой мы имеем дело, пытается сопротивляться, как бы не быть прочитанной, как такой памфлет против злостного тоталитарного государства. Вот, как бы в тексте есть желание не стать таким текстом. Вот, в следующем предложении там, кстати, оговорка, связанная с тем, что Решир, судя по всему, неверно понимает значение слова «зэк», но это неважно. Это, как бы, потом я вычитаю из того, что написано, то, что он имеет в виду. Говоря о зэке, Решир в дальнейшем имеет в виду политзаключенный, поэтому я так и перевожу в дальнейшем это слово. Но в данном случае вот первый раз я его ввожу, чтобы эту как бы двусмысленность упомянуть в комментарии. И еще вот интересный, как бы, момент. Решир подчеркивает, что он, как бы, не хочет из Кузнецова делать какого-то праведника. То есть, явно в дневниках Кузнецова его многое раздражает, беспокоит, напрягает. Вот такое, как бы, презрение к сокамерникам, например, или пренебрежение в отношении освободительных каких-то народных движений. Вот, как бы, видно, что авторов нашей статьи немножко корежат, когда они это приводят. Но они приводят это для того, чтобы не было, как бы, такой сладкой, как картины, нарисованной вареньем. Да, чтобы вот было совсем, как бы, со всей проблематичностью этого казуса Кузнецова. Прошу прощения, Георгий, он не хочет делать из него не только праведника. Кузнецов сам себя праведником никогда и окружающих не считал. Они не хотят делать из него даже и мученика. А вот насколько это оправдано, я не знаю. 17 лет от ситки в лагерях, знаете ли. Да, да, да. Я имел в виду, прежде всего, то, что, как бы, они хотят, да, Генгей и Реши, хотят нам здесь Кузнецова представить в его, как бы, двусмысленности, в его неоднозначности. Вот, что, как бы, там должно быть место и ошибки, и иллюзии, и жесткости. Да, вот, как бы, они хотят эту фактуру нам донести, не сглаживая ее. Да, но тут, опять же, разница еще в культурах. У нас мученик едва ли не выше святого. Он совсем не может быть неправым. А вот для французов я не уверен, что это так. Понимаете, о чем я? Да, да, да. Спасибо. Так, а вот тут Артем в чате нам пишет. Скорее всего, после «так» должно быть запятая. «так» запятая этот «зэк». Да. Я бы еще уточнила, по-моему, перед самой цитатой, там не рассуждение о жалких, да, а «сэль» – это «ля натюр». «Сюр ля натюр», по экзампле, «сюр сэль луминал». Да, о человеческой природе, о природе жалких. Ага, ага. Ну так, такой технический момент. Действительно, Женя, спасибо большое, да. Вроде этого рассуждения о природе жалких, да? Ну, да, мне кажется, просто это… Да, о природе я подумаю. Мелочь такая. Действительно, это факт. Спасибо, отлично. О природе. Еще, вот, конечно, все узнали санкции «Симплики» и «Святую простату» связанных и «Хорреста», но, может быть, для не очень искушенного читателя, кто мыслит абстрактно здесь и будет в местном, я не знаю. А, вы думаете, что это как раз отсылка к Гегелю, да? Ну, мне кажется, что это отсылка к Гегелю, потому что у Гегелев «Кто мыслит абстрактно» там как раз упоминается вот «Святая простота» – это старушка, которая с вечной вязанкой хвороста подбрасывает. Мне кажется, что это не Гегель, а просто какое-то такое общее знание. Вот интересно, кстати. Как бы тогда для студента философского факультета, его отчислили со второго курса, Гегель – это был такая отдушина в классической философии. Очень может быть, что это какое-то место, которое он имеет в виду. Да, я обязательно это сверю. Да, я, честно говоря, тоже, как Женя это прочел, как бы просто представил себе такую Бегелевскую картинку, но, может быть, это действительно отсылка к классическому тексту. Спасибо. Если это так, я сделаю такую сноску. В мемуарах Кузнецова издатели не дали здесь никакой сноски, но, может быть, просто они действительно не читали эту прекрасную статью Гегеля. Знаете, мне сейчас удалось найти старушку у Гегеля, но не удалось найти визанку Хвороста. Да, там вот есть торговка на базаре, я помню. Старушка там тоже есть у Ишафота. Святая простота есть. Которая оправдывает. Не, ну, это как бы, мне кажется, просто история, она и без Гегеля такая выражение, это довольно известное. Как бы это ситуация. Да, да, да. Можно дать и ссылку даже как возможность. Ну, да, да, конечно, интересно. Спасибо большое. Так, ну, мы дочитали, да, до конца цитаты. Если можно продолжать. Давайте спросим, да, вот, есть ли какие-то замечания, замечания нет, тогда давайте продолжим. Павел, пожалуйста. Секунду, есть вот какой момент, возвращаясь вот к логике капитализма, я вот, есть еще такая невнятная отсылка, такая очень дальняя, о том, что капитализм очень труднопобедим, потому что он любое противодействие перерабатывает в... Это уже фуко-делезовская такая штука. Он любое действие обращает в свою пользу, такое своеобразное айкидо, понимаете? Ну, грубо говоря, стали ходить в рваных джинсах. Ну, и самое простое такое, мы будем выпускать рваные джинсы, они будут стоить дороже, чем новые. Вот тут есть еще такая вот отсылка, но она неявная, но я ее прочитал каким-то образом, но я ее прочитал в русском тексте, потому что французским не владею, даже со словарю. Да, спасибо за эту ассоциацию. Вот я, честно говоря, вот этот пассаж про капитализм скорее прочел как такую не до конца чистую совесть. Да, вот как бы мы в уютном Брюсселе будем учить коммунизму тех, кто от этого коммунизма страдает. Да, вот как бы критику скорее западного марксизма, чем всесильного, как бы все подверстывающего капитализма. Так, а это та же самая обратная сторона медали, которая по отношению к капитализму работает ровно так же, как по отношению к советской системе. Да, согласен. Да, спасибо, об этом стоит подумать и отмечать для себя. Хорошо. Ну, давайте тогда еще чуть-чуть, может быть, до конца абзац. Но если в некотором роде свобода кажется кузнецовым самым драгоценным благом, не доверяя любым идейным соображениям, он вновь оказывается в тюрьме только для того, чтобы выбрать в качестве идеи свободу, относительность которой, сверх того, ему прекрасно известна. Тем не менее, она для него не что-то вроде знамени. Он сам замечает, что сторонники всяческих свобод крайне нетерпимы, особенно в своей среде. То, чего он любой ценой хочет избежать, так это идеи инструментов идеологии, предназначенных изменить мир. Он не хочет, и, кстати, мы тоже этого не хотим, даже если бы у нас была такая власть, заставить людей быть свободными, он просто хочет быть свободным в единственном числе. Да, ну вот здесь, по-моему, это легкий достаточно пассаж. По смыслу, мы вот это про свободное в единственном числе уже обхуждали. Все остальное, там цитаты из Кузнецова, связки, которые вставляют Ришир и Гринье, они достаточно прозрачные. Вот меня как-то в этом абзаце, окончание абзаца ничего не цепляет. Не в смысле ты как бы тревожным, не в смысле философски интересным. Так, Катя, пожалуйста. Да-да, я просто еще раз перечитала сейчас Кейгеля, может быть, это избыточно. Ну, в любом случае, надо посмотреть, как интересно было бы. Так, друзья, насколько вы устали, хотим ли мы... Секундочку, можно? Еще одно замечание, но можно после паузы. Можно после паузы. Хорошо, давай тогда спросим по... Хотим ли мы уйти на 10-минутную перемену? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Войну. Хорошо, отлично. Тогда давайте на этом же месте через 10 минут и начнем с замечания Артема. Друзья, мы потихоньку возвращаемся после перерыва, но при этом вы не прекращаете мысли даже во время перерыва. Здесь замечательный разговор завязался в чате по поводу того, что источником отсылки, точнее, то, к чему отсылается, это Ян Гус и уже косвенным образом Гегелька. который имеет в виду Ян Гуса. Очень интересно. Спасибо, я совершенно об этом не знал. И, по-моему, перевод выиграет от этой проясненной отсылки. Мария, Екатерина, спасибо большое. И Артем сформулировал в чате, на всякий случай, письменно свою реплику. Но давайте попробуем, может быть, связь позволит нам услышать Артема голосом. Артем, вы здесь? Я-то здесь, меня слышно? Слышно. Да, значит, четыре момента. Первое, стилистическое. Не доверяя любым, по-русски звучит естественнее. Не доверяя никаким. Я не верю никаким чему-то. А это в каком предложении? Так. Ну, если в некоторых... Страница три, третья строка сверху. Дальше. Вот смотрите. После в тюрьме, ну, можно тире авторское, переводческое, это вполне уместно. Иначе без него читается следующим образом. Он вновь оказывается в тюрьме только для того, чтобы выбрать в качестве идеи свободу. А с тире будет читаться так. Он вновь оказывается в тюрьме. Смысловая пауза. Только для того, чтобы... Да, спасибо. Выбрать в качестве идеи как-то немножко режет слух. Потому что идеала. Или выбрать свободу. Да, сейчас давайте посмотрим, что там в оригинале. Да тут идеи. Ну да. Он выбирает, ну да, в качестве идеала. Да, надо подумать, может, действительно идеал будет ручце по... Я проверил, в оригинале там действительно подразумевается, что руководящая им идея это идея свободна. Давайте как-нибудь идеал. Смотрите, но с другой стороны, с другой стороны, это может быть игра слов, не доверяя никаким идейным соображениям. Да. Может быть, вот это перекличка. Да-да-да. И последний момент. Там точно для того. Ну вот если бы был английский, например, for, это может быть и потому, или за то. То есть странно, он же в тюрьме оказывается не за тем, чтобы выбрать свободу. Он после этого оказывается в тюрьме. Так, давайте посмотрим, что там в оригинале. Только для того, да, все-таки там, да, ну как бы он имеет в виду парадокс. То есть вот человек не верил вообще ни в какие идейные соображения, и только оказавшись в тюрьме, он в качестве, как бы себе в себе такой как бы обрел Джизуса. Ну вот в некотором смысле вот этот парадокс, по-моему, решил, указывает. Ну вообще, по-моему, там как раз из-за того, чтобы, потому что там стоит в настоящее время вот с your-trouvé, мне кажется, в смысле, это как-то, наверное, как с for английским. В смысле, там вот эта вот связь причинно-следственная. То есть тогда как вы предлагаете меня подкорректировать, с марией? Ну это как бы вот из-за того, как только что говорили. Просто если мы говорим про предложение, который вот с четвертой сноской, он очутился в тюрьме из-за того, что попытался выбрать свободу, которую он знал, что она относительна. Потому что, по-моему, здесь просто из-за времен так, что одно предшествует другому. То есть сначала выбрал свободу, а потом оказался в тюрьме. да, я понимаю, как бы по нормальной здравомысленной логике так и должно быть, действительно. Но, по-моему, здесь решир, как бы хочет парадоксно накрутить. Вот давайте еще раз посмотрим в тюрьме, так, он во второй раз оказывается в тюрьме. То есть, как бы в первый раз он по наивности в ней оказывается. Во второй раз он оказывается, как бы, у него больше не может быть никаких иллюзий. И тем не менее, оказавшись в ней, он все еще продолжает как бы в качестве идеи выдвигать свободу. Мне кажется, что вот здесь вот такая. А может тогда лучше так? Может тогда лучше так? Он оказывается в тюрьме, потому что осознанно выбрал свободу на этот раз. Понимаете? Потому что иначе телега едет впереди лошади. И раз уж вспомнили Иисуса, то в христианстве есть такая, я говорил там про мученичество, то в христианстве есть такая штука, что настоящий христианин никогда не ищет мученичества, но и никогда не бежит от него. Поэтому, может быть, просто надо слово осознанно куда-то здесь вставить. Ну, да. Спасибо. Спасибо большое. Далековато от исходника. Сейчас действительно вот это обсуждение меня подтолкнуло к тому, чтобы пересмотреть действительно это предложение. И в принципе французский оригинал позволяет вот это только для того, на «потому». Похоже на именно именно «потому, что…» Потому что выбрал… Давайте сейчас посмотрим, что получилось. Он вновь оказывается в тюрьме только потому, что выбрал в качестве идеи или идеала свободы и кропота. То есть, как бы, уже речь идет не о проступке, а как бы о как бы идейном некоторым сокращенным, хотя он всегда не доверял никаким идейным соображениям. То есть, прадокс сохраняется и при этом как бы логика здравого смысла тоже удовлетворена. Я предполагаю, что здесь как раз это замысловато, но оно присутствует в том, что здесь «авлахтантей», которая будет обозначать это предшествование, что все-таки что он получается уже предпринял попытку. Да, да. За то, что он уже предпринял попытку выбрать свободу. Да, спасибо большое. Я убежден теперь, что так так нужно, да, не для того, а по тому. Спасибо. Действительно, ваша интуиция, первое об этом заговорил Артем, да, была верная, действительно. Здесь была двусмысленность, и мы ее устранили. Хорошо. Еще какие-то мысли? У меня вот, если можно, краткое замечание. Я иду не по тексту, а я иду как бы по смыслу, который текст мне подсказывает. И в этом абзаце большой, который последний мы сейчас разбираем, я увидел вот этот перпетум мобили Кузнецова. Это вот такая ненависть к ситуации и к тому окружению. И вот эта энергия, я бы сказал, ненависти, на которую он опирается как человек, приговоренный к смерти. И вот, мне кажется, Риширу это очень запало как бы в душу, потому что, насколько я чувствую Риширу, у него тоже есть вот эта энергия ненависти к ситуации, в которой оказывается культура, понимание свободы, что какое-то бессилие, которое можно преодолеть только энергией ненависти. И вот именно это он вычитал Ришир в дневниках Кузнецова. Да, Василий, спасибо большое. У меня вот тоже было в чем-то сходное ощущение, что Ришира с Кузнецовым сближает ощущение безвыходности. Да, беспомощности какой-то. Вот это действительно очень характерный для Ришира мотив безвыходности. Повсюду нас уже злой гений перехитрил. Куда ни не ткни. Да, 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 вот отсюда и абсурдность текста, можно сказать, текст-то сам по себе абсурден. Долгое дело, что немножко обидно, что русский автор нужен галлам только когда его к смерти приговорили, то есть когда он в положении Достоевского находится, вот тогда он оказывается нужен. Это немножко обидно. Обращали бы внимание и в нормальное состояние, не в пограничной ситуации. Как экземпляр для изучения. Так, хорошо. Ну что ж, давайте тогда двинемся дальше. Артем пишет по пунктуации тире между идей и инструментов идеологии. Идей тире и инструментов идеологии. Да, он совершенно прав. А что там было в оригинале? Нет, там дефис. Там дефис, да? Да, ну тут просто мы сделали более-менее кальку с оригинала. Нет, нет, там правила могут отличаться от языка к языку. У нас есть ли приложение расширенное тире? Не, подождите, это же другое совершенно посмышло. Нет, это чисто корректорское правило. То есть у тебя приложение из одного слова, типа отец старик, то там дефис, а если из двух, то там тире. Это чисто формально так даже. Я просто поняла по-другому. Пранцовский язык это позволяет, а вот с точки зрения русского языка это не очень, да, идея инструментов? Идея инструментов просто это было бы дефис. Идея инструмента идеологии тире. Я объяснила, у меня как бы испорченное Хайдегером и особенным отношением к генитиву отношения. Понимаете, это как бы идея идеологии, инструменты идеологии. я не знаю, наверное, нужно как корректоры говорят делать все. Да, ну, действительно, я пошел по пути кальки с французского, но, действительно, кстати, это очень характерная для Ришира мысль, невозможен как бы перенос без искажения, перенос без разрывов. вот перенос из французского языка на русский в данном случае, насколько я понимаю, коллег-корректоров, вынуждает нас растянуть дефис в тире. Давайте я в качестве этого требования здесь введу текст. Ну, в общем, он против инструментализации идей, да, он против идейных соображений, да, он против идейных соображений, почему? Потому что он против инструментализации. Окей, в данном случае, что дефис, что теряет от смысл сохраняя, мне кажется. спасибо, Артем, Женя, Катя. Так, ну, давайте тогда дальше. Давайте кого-нибудь еще попросим, кто не читал. Кто бы хотел почитать? Я могу. Вот, Мария, пожалуйста. Мы же с его мутит, его мутит от тоталитарной лжи, он не чувствует ни призвания к политической деятельности, ни даже повышенного интереса к политике. На него нельзя наклеить верлык анархо-индивидуалиста, и он не доверяет даже своему собственному образу мысли. Он обнаруживает себя, как своего рода воплощение парадокса, соразмерного изощренности истины, которую нельзя назвать ни единой, ни простой, ни полной или позитивной. Так он насмехается над чешским сопротивлением, равно как над любыми другими борцами и оппозиционерами, говоря, для побед, сколь бы ни было до них далеко, нужна традиция борьбы, легенды, ореолы, мученичества, иначе национальный характер захереет. Да, спасибо. Ну вот, очень многие мотивы из этих мы уже проговаривали, и из моих тезисов вступительных, два, в общем-то, тезиса происходят из этого абзаца. По поводу мученичества мы тоже говорили, как раз по поводу неоднозначности высказывания у Кузнецова, он-то явно как бы не хочет дистанцироваться от любого героического, мученического. Это не его мероприятие. И это важно Гринье или Шир зафиксировать, что мы не имеем дела с таким тем, кто исчерпывался бы ролью борца. Он не хочет быть борцом, и тем он интересен, и тем он как бы не совпадает с ролью. То есть вот там уже несколько раз были пассажи в отношении юнош бледных с горячим взором и соломных старцев, которые совпадают со своей ролью борца. Вот может быть, почему или Ширу интересен Кузнецов, потому что он сохраняет некоторый зазор, не слипается с этой ролью. Можно замечание. мне кажется, надо разделить вот тема свободы здесь была, истины, разделить поступок Кузнецова до того, когда он значит с этой самолетом связался с компанией, и самим текстом, с самими дневниками, которые он пишет приговоренный к смерти. Это разные вещи. Если там еще он просто хотел сдернуть из этой адской ситуации, адской страны, то здесь у него задача просто не сойти с ума, как человеку, приговоренному к смерти. И вот я говорю, вот здесь он опирается как раз в своих дневниках на энергию ненависти, потому что это очень сильная такая штука психологическая, чтобы не сломаться, не поехать, так сказать, крышей, и он прекрасно справился с этой ситуацией. И вот именно это старается вытащить Решир. А то, что было там с самолетом, это уже вторично. Ядро, вот на чем дышит эта статья Решира, это как раз что человек приговорен к смерти. И в этой ситуации он умудряется найти какую-то энергию и выжить. Спасибо, Василий. я вот добавлю в этом в некотором смысле в некотором смысле хорошо, что до нас не дошла центральная тетрадь дневников, поскольку это ну вот что-то вроде да слишком интенсивного опыта, да, или там того, что принадлежит одному Кузнецову. В этом смысле может быть и неплохо, что история здесь заблёрила эти кадры момент, когда он узнает, что собственно приговор заменен. У нас есть тетрадки до этого известия и тетрадки после этого известия, и я должен добавить, что вот эти рассуждения Кузнецова, которые мы сейчас цитируют Ришир в районе 300-й страницы дневников, это уже ситуация после, когда он пытается как бы вот в эту новую, найти новый модус жизни, ну вот когда уже всего-то 15 лет трудовых беспроводных лагерей, вот, вот что я по композиции добавил, так, и кажется, кто-то ещё хотел, Екатерина, пожалуйста. Я просто очень коротко хотела заметить, что я прочитала вот эти дошедшие до нас страде, у меня не сложилось впечатление, если честно, что там именно ведущим мотивом является меня. Мне показалось, что это скорее ирония, гордость, достоинство, вот может что-то такое. Попытка иногда остраниться, иногда наоборот как бы довести какие-то мысли до возможного абсурда, то есть там есть потрясающие какие-то моменты, очень смешно написаны, когда назначают свидание в тюрьме и люди обсуждают спинозу и не замечают, как время прошло и начнут скандалить, что их не предупредили, что они не успеют обсудить спинозу, что-то такое. То есть как бы это не очень похоже на наристики. Спасибо. Это же уже потом, когда он узнал, что помиловал. Это отходняк, так сказать. Вот эти тексты, они заряжены тем, что было до того, когда он не знал, что расвобожил. Ну, кстати, вот в последних абзацах у нас был пассаж про святую простоту, про маленького человека. Это до. Он не готов выслушивать болтовню сокамерника и даже перед лицом смерти не готов его простить, с ним смириться. Это до. А вот уже такое, то, что мы сейчас читаем, как бы насмешка над национально-освободительным движением, это после. Ну, в этом... Кстати, вот интересно. Решир же очень интересовался патопсихологией. И здесь как раз для него, наверное, тоже очень много интересного в этом материале. Да, да, но вот я бы обратил внимание на на некоторую как бы это назвать. Я бы назвал это тактом, что ли. Да, вот в отношении Кузнецова нельзя что-то, да, вот мне кажется, что чувство такта как бы не позволяет ему вот его в качестве предмета анализа брать. Ну, это мое впечатление. Окей, ну давайте еще возьмем абзац, если у нас еще есть силы. Мария, если могли бы еще почитать, давайте. Да, конечно. Это речь, приводящая нас в замешательство, приобретает еще более захватывающую глубину, если заметить, что она сознательно вписывается в историческое становление этого советского общества, этой современной России, реалии, которую она безжалостно подмечает. Тем самым она обязывает нас избегать ловушки, в которые попадали наши старшие современники. Но на этот раз с противоположным знаком. Незыблемый коммунистический рай оборачивается для попавшихся в эту ловушку таким же незыблемым коммунистическим адом. Кузнецов не верит, что оппозиция в России изменит ход событий. У него нет добрых слов, явным образом нет, ни для протестных юнцов, таким образом компенсирующих того или иного рода ущербность, и, наконец, в браке, обретающих подходящий резервуар для излияния томящих энергий, ни для тех посидевших в салонных битвах старцев, которым никак не откажешь в искренней любви ко всяческим свободам. Остановиться мы обсудим или дальше? Небольшое наблюдение про курсив, что курсив во французском там после коммунистического ада, то есть, понятно, что там есть оборачивается, и там только один раз употребляется это слово незыблемо, а в русском два раза. Думаете, да, добавить тогда курсив. Спасибо. Вот старших современников я для ясности добавил русский текст. Там было как-то более обтекаемо в оригинале. Там НМ просто, в смысле наших старших. Наших, да, ну как, вот наши старшие братья, да. коммунистический рай тире. Нет, давай печатком коммунистический и кратко. А, да. Это просто опять. Угу, спасибо большое. Исправил. Георгий, а у меня вопрос. Посидевшие в салонных битвах старцы это кто? Да. Это цитата из Кузнецова как-то это не очень вяжется с советскими реалиями. Вот интересно кого он имеет в виду действительно. Там просто может быть вы этот фрагмент видели? Нет, я помню этот фрагмент, там нет разъяснения кого он имеет в виду. Там как бы по контексту бывалые опозициальные проблемы. Полюдюра начинающие опозициальные. Политбюро это не оппозиционеры. Он имеет в виду бывалых диссидентов в таком контексте. Он имеет в виду иммигрантов, которые оказались сначала здесь были оппозиционерами, но оказались за границей. И там уже в такой ситуации именно этих уже оказавшихся там за границей он имеет в виду наших диссидентов. Ну как бы он их не может воочию видеть, потому что его не выпускают. Действительно в этом есть некоторая неопределенность. Любопытно. Просто какой-то такой очень литературный образ, который очень странно здесь выглядит. Там протестные юнцы в Советском Союзе. Ну это я еще понимаю. явление такое. Может быть мирно фандерствующие граждане. А там на французском салонные старцы? Это цитата из Кузнецова. У Кузнецова салонные старцы. Это я привел из того оригинала. Ну как-то мне кажется салонок туда адресуют. замок. Ну вот тоже непонятно откуда. Ну может быть как бы такие ветераны кухонных разговоров. Ну да ветераны кухонных разговоров там кухонная оппозиция как-то было бы более понятно у Кузнецова. А салоны тогда там. Да я тоже думаю что не так много салонов было в 70-е годы. Были кухни как раз. Кстати в 80-е годы уже такое даже самоназвание для неформальных кружков присутствует. В песне группы зоопарк есть песня которая так называется салоны это Ленинград 80-х годов уже вполне окей просто такое занимательное выражение очень. Но это называется стёб он уже стебается Кузнецов В смысле Да ну с другой стороны как бы да и в этом самоназвании 80-е тоже есть элемент самоиронии над этими кружками то есть ну только в ироническом контексте это это понятно да 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 спасибо ну надо подумать действительно надо подумать я ещё раз перечитаю этот фрагмент из дневников может быть там будет какая-то подсказка хорошо ну давайте тогда ещё чуть-чуть да-да-да вот Павел приводит песню Майка Науменко да-да хорошая песня давайте двигаться дальше Мария пожалуйста тем не менее ему кажется что общество должно всё же научиться взаимодействовать с освобождёнными политзаключёнными поскольку кажется что пора уже их освободить при этом нужно перестать навязывать им существование почти столь же невыносимое как то которое они познали в лагерях полное подозрение и наружного наблюдения опасения о том что дружба с бывшим политзаключённым может повредить окружающим лагеря порождают неисправимых и следователи прав говоряем с вами которые сидели невозможно работать сама ЧК изменилась в кабинете следователей теперь уже не услыша высоком счастье быть советским гражданином о светлом будущем человечества которого для которого для это такая эмфазис Которого для Которого для можно и должно многое а все я поняла Которого для можно и должно многое претерпеть кажется что никто больше не верит в светлое будущее ни сержант конвоя которому раскрыла глаза посещение Чехословакии ни капитан Татоев который и того откровений я тут недавно валютчиков шерстил был там один парня много твоих лет денег не в проворот а от девок отбоя нет и какие девки это я понимаю есть за что сидеть человеку а ты вся жизнь теперь считай в тюрьме а за что спрашивается взбредет человеку в голову и вот он мучается сам и другим от него покоя нет жить вы не умеете молодой человек от того и без тюрьмы ни шагу и если верить Кузнецову а почему собственно следует сомневаться в его свидетельстве государственные преступники редки ныне не больше двух тысяч кажется это та реальность которой трудно смириться некоторым заключенным и некоторым следователям и как вслед за ними не почувствовать абсурдно-талитарное разочарование ведь проще оправдать свой статус заключенного или следователя считая что сидят миллионы две тысячи разве это не пренебрежимо мало для преследуемого по политическим мотивам или для бюрократа да спасибо большое отлично в этом абзаце много такой фактуры Кузнецовской которую цитирует Решир и Гринье но есть и интересный философский момент который возникает за счет внесения курсива в эту самую фактуру вот Решир цитирует Кузнецова цитирующего некоторого некого капитана Татоева из тогдашнего как он назывался тогда Псина да и позиция Татоева состоит в том что Кузнецову что-то взбрело в голову да вот какая-то блажь дурь да вот взбредет человеку в голову и в этом отношении как бы в принципе кажется невозможной претензия на истинность да вот для капитана Татоева совершенно невозможно себе представить что это не просто блажь а какая-то претензия на истину и в этом смысле для капитана Татоева Кузнецов вполне себе размещаем в позицию вот там ту самую позицию скептического релятивизма да вот кто-то себе что-то навоображал то есть это вот привязка или сведение истины к единичному иллюзорному заблуждающемуся ложному сознанию вот как бы в чем здесь интрига на мой взгляд с одной стороны есть тоталитарная претензия на общеобязательную истину с другой стороны есть дисквалификация позиции собеседника как нафантазированный то есть как бы в некотором смысле вот этой сциллой харибда они все еще продолжают присутствовать другое дело что как капитан Татоев так и конвоир они представляют собой скорее уже такую циническую изнанку вот тоталитарная абсолютная истина оборачивается своей изнанкой а именно цинической цинической изнанкой то есть форма объективной реальности данной на ощущениях да оказывается цинизм и скептический релятивизм изнанкой абсолютизма истины оказывается скептический релятивизм вот это на мой взгляд захватывающий момент который кстати здесь по-моему решил подчеркивает прекрасным образом просто выделяя курсивом вот этот фрагмент так а здесь в это время Катя нам а мне кажется вместе а мне кажется вместе с этим самым тут двойное какое-то разочарование диссиденты разочаровались своих ЧК оно же НКВД оно же КГБ разочаровались своих и в результате они как ни странно как-то понимают стали лучше понимать друг друга то есть тут как раз мне кажется Татуева Кузнецов близки как никогда просто по способу смотрения на своих спасибо диссиденты разочаровались да интересный ход я об этом не думал что здесь они их можно увидеть как сближающихся но действительно там дальше в последнем предложении сближающихся в смысле хода мысли по отношению к своим но смотрите вот в чем здесь еще вещь как бы он Кузнецов здесь Кузнецов если за ним решит сближает тех кого бы разочаровывала истина о двух тысячах сидящих по политическим статьям вот он-то сам исходит из из того что это не много и не мало да вот скажем этот самый юноша с горячим взором был бы разочарован тому что так мало политически заключенных как в некотором смысле был бы разочарован тюремщик то есть сближаются в данном случае вот эти оппозиции которым себя Кузнецов не приписывает так и тюремщик был бы разочарован зачем нас так зачем нас так много когда мы охраняем так мало по крайней мере так мало настоящих но интересно спасибо Дмитрий вот я об этом раньше не думал что можно в принципе сближать Татуева его цинические позиции с Кузнецовым с его определенным цинизмом но мне кажется что Решир вот по этому пути не идет мне кажется что он скорее противопоставляет речь Татуева речи Кузнецова и кстати на уровне лексики это видно мне было очень любопытно увидеть французский жаргон которым они это переводят да де на на го го пекель на на вот никогда раньше не не знал как по-французски будут девки но вот теперь невозможно перестать знать то что я узнал мне кажется что вот даже по речевому жанру в некотором смысле того что цитирует Решир он Татарева старается максимально разнести но вот интересный ход через сближение а можно маленькое замечание вот для этого для мне кажется это к тексту Высоцкого надрывался издаля все твоей чего там для то есть да это песня о том что типа я рвался рвался а что вот когда надо то есть вот это общее разочарование и охраны и охраняемых ради чего вообще все это то есть все устали это было в конце вот как раз 70-х 80-х устали и охранники и устали заключенные и устали правители и устали неправители и вот здесь именно этот самый кусок ради чего все вот мы как бы с этой революцией носились полувека там весь мир напугали и чего вот примерно эта тема да 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 надрывался издаля все твоей забавой для о как поэтому у меня вот это для сразу как-то отсылает песню Высоцкого мы же будем кровь нарыли топать к светлому концу да вот ну да вот это та самая тема уже такого стеба который дает какое-то вдохновение вот этим жили в конце ну перед перестройкой да спасибо действительно в этом конечно вот в этом синтексисе есть кстати все охранники очень любили Высоцкого его слушали все кстати вот именно в этом в этом кусочке ритмика совершенно совпадает с совершенно циничным Бродским в представлении ой ты доля корабля крикнешь пли ответят известно что это оттуда же да правильно ну что ж давайте уже добьем этот текст у нас остался всего один абзац давайте извиняюсь можно один момент там уехал мой комментарий вверх страница 4 десятая строчка снизу так это предложение тем не менее ему кажется да вижу его не должно все же научиться а все же должно научиться естественнее просто на русском звучит давайте поменял спасибо и в этом предложении два раза кажется да ему кажется ну да тем не менее ему кажется а как там сейчас я посмотрю в оригинале была ли эта татология в оригинале там апаре и самблю там вот как бы двумя разными словами это кажется по-русски получается татология действительно ну да то есть может выглядит так насколько выглядит так что пора уже например да выглядит так что пора уже их освободить так спасибо отлично это мы улучшили и давайте тогда возьмем уже последнее последний абзац Мария если вам не слышно ну давайте я еще не читал а давайте Дмитрий отлично можно ли на данный момент сделать выводы не рискуя подправить или упростить реальность меня слышно слышно я просто по телефону говорю реальность которая только по капле просачивается к нам не оказался ли Кузнецов в лагере потому что отказался схематизировать упрощать отречься от своего ума это его честность за которую он дорого заплатил и продолжает платить требует честности с нашей стороны то есть требует от нас здесь и сейчас ничем не рискующих разве что более или менее предсказуемой реакцией жрецов и солдат идеологии приостановить все даже предварительные выводы но и начать думать попытаться понять как под постоянной угрозой утратить человеческий облик можно сохранить надежду которую у автора дневников в квадратных скобках никто не сможет отнять спасибо большое для понятности да и сразу то что мне кажется опять же французского текста не видел потому что не смотрел потому что бессмысленно но смотрите не отказался ли кознесо в лагере потому что отказался схематизировать упрощать отречься от твоего ума вот вместо упрощать использовать по-моему это толстовское опрощаться хотя это конечно рискованный ход но он отказался опрощаться становиться сам проще и поэтому загремел в тюрьму со страшной скоростью причем два раза а там упрощать в связке с реальностью по-моему очень сложно метафоризировать но это но это я на свой стаах рис сказал просто помните про то что я по-французски знаю ауфедерзейн в смысле ауревуар и забудьте про то что я сказал если это не годится никуда спасибо действительно вот я задумался о том можно ли так сделать но предыдущее предложение где там это упростить реальность вот там словосочетания действительно к сожалению нам не дает такого возможности и вот нет как бы таких индикаторов которые все симплифие например там упрощать реальность уже сказано а тут упрощать себя хорошо упрощать нету возвратной в оригинале поэтому нам на это не намекает я говорю скорее как я принимаю текст а не так как он написан к сожалению хорошо ну что я так а вот Катя в чате пишет все таки это про эмигрантов да в общем воспользовался моментом и посмотрела у Кузнецова сначала он пишет о том что вот стату который последний прислала последним то есть этим старцам никак не откажешь в искренней любви ко всяческим свободам они даже немало делают для их реализации но суть в том что они на протяжении десятилетия выработали умение чуя ту черту перейдя которую плюхаешься за которую сейчас сажают и они они умеют не переходить черту если их могут посадить следовательно они наверное находятся на территории Советского Союза то есть это скорее местная старца но при этом мы можем иметь ввиду то что как типаж Кузнецова были известны и типажи уехавших эмигрантов что следует из того что сразу же после этого напоминаются две книжки которые были сочтены советскими властями как в общем Таня Советчина которую читал и хранил у себя Кузнецов он переводит обе эти книжки и вот одна из них как раз про которую писала выше политические деятели России 1850-х 20-х годов да спасибо ну вот это к вопросу очень интересно да то есть он знаком с той и другой ситуацией но имеет ввиду в данном случае скорее те кто знают о чем сейчас можно шутить о чем нельзя друзья спасибо вам за обовлеченность в работу над этим переводом я понимаю что в некотором отношении сжульничал потому что все переводят какие-то сложные зубодробительные тексты Решира про гиперболическую редукцию а я вот выбрал во-первых самый короткий самую короткую статью Решира из возможных примерно как самый короткий рассказ Хамингуэя вот примерно так же самая короткая статья Решира вот но все равно как мне кажется там в этой статье было любопытная такая философская интрига да и в некотором отношении эта статья она будет намекать русскоязычному читателю что две книжки Решира по политической философии о французской революции о возвышенном политике и о контингентности властителя они как бы будут вот примерно в таком духе то есть как бы более человечными да менее техническими и это как бы такой пролегоменный к политической философии Решира остались ли у нас накопились ли у нас какие-то реплики теоретически связанные с текстом в целом или может быть какие-то стратегические предложения по улучшению перевода по каким-то комментариям Василий Павлов да вот интересная эта фраза он отказался от речи от своего ума да вот этого хорошо было проанализировать может в следующий раз но это очень тонкая такая мысль что действительно все все понимали но высовываться никто не собирался а если уж высовывались то это был риск то есть как вот он высунулся как студент и второй раз когда хотел улететь но вот это высовывание как раз и давало воздух всей системе потому что вот это высовывание оно было как бы ну то есть кто-то уже без тормозов то есть отказывали тормоза и вот когда отказывали тормоза и вот кто-то понимая все начинал вот это что-то делать против вот это давало воздух это можно сказать спасло нас всех потому что с этого началась перестройка потому что это пошла как такая зараза да спасибо Василий а я бы добавил что вот меня при переводе очень заинтересовал этот глагол который я передал как отречься это буквально в контексте отречения от престола используем используемый глагол вот так решиво на себе представляется буквально как отречение от престола в данном случае от собственного ума ну престол это и есть собственный ум в данном случае да знаете если можно короткую реплику давайте просто мне не дает покоя вот этот момент и то исправление которое мы сделали оказывается в тюрьме в силу того чтобы выбрал в качестве из-за того что выбрал в качестве идеи свободу или только для того чтобы выбрать в качестве идеи свободу и у меня я наверное может быть что-то не понимаю задам это как вопрос просто в какой момент Кузнецов использует свой ум имеется ли ввиду то есть мы читаем Решир читает его Решир читает его дневники в тот момент когда он уже сидит в тюрьме и он авторы статьи рефлексирует о размышлениях Решира который выбирает свободу например говоря пикируясь со своим адвокатом во время свидания вместо того чтобы обсуждать детали дела то есть единичный путь к универсальной истине наверное происходит именно уже в заключении в ожидании суда в момент большой неопределенности но не в момент когда делается попытка коллективного бегства и какой-то шаг наверное более предсказуемый и очевидный и мой вопрос наверное да все-таки как можно понимать Решира в чем заключается акт Кузнецова в том что он отказался отречься от своего ума да ну вот если начинать с конца то мне кажется что речь идет о том что в своих размышлениях он как бы не впадает в тофтологию да в тофтологию как бы антисоветского как изнанки советского вот в этом как бы он не отрекается от собственного ума да но правда здесь как бы речь идет о том что он и раньше как бы от него не отрекался в том что касается того пассажа на которой вы говорите. Давайте еще раз я его в оригинале произведу. Итак, «Семифиан де тут идей, il ne se retrouve à nouveau en prison que pour avoir tenté de choisir une liberté». Тра-ля-ля. Вот аргумент Кати состоял в том, что вот это «avoir tenté de choisir» это такое предпрошедшее. То есть он оказался в тюрьме, потому что уже как бы рискнул выбрать. «Que pour» «Только за то». Вот к этому мы в итоге пришли. «Que pour avoir» «Только за то», «Только потому». Да. вариант, который я предлагал до этого, он был такой еще более парадоксальный. То есть вот он всегда сомневался в идейных соображениях. И тут, оказавшись в тюрьме, он как бы в некотором смысле парадоксальным образом выбрал, скажите, руководящий идеал свободы. «Que pour avoir tenté de choisir» «Да, но все-таки предпрошедшее время, вот аргумент Екатерины, все-таки меня в сторону вот этого в сторону варианта, на котором мы остановились, подталкивает. Да, если бы не было этого предпрошедшего, то можно было бы пойти по предложенному мной пути, но все-таки это вот предпрошедшее время говорит о том, что было что-то сделано до того, что заставило его... Но вы, Павел, спрашивали по существу. Давайте, может быть, это вот уже более содержательно обсудим по существу. Проблема-то в том, что, на мой взгляд, Кузнецов совершенно прав, указывая на этот парадокс. Парадокс невозможности сопротивления, как бы матрица, система, идеология, она всегда уже как бы размечается варианты. Любой вариант оказывается в неком смысле уже предсказанным, просчитанным, предположенным. Вот из этого умственного тупика, из этого прагматического тупика не должно быть выхода. Мне просто подумалось, что там, если можно, там есть такой момент, когда Кузнецов анализирует эту ситуацию с кражей угоном этого самолета, и он отмечает и даже подчеркивает, и в речи потом тоже подчеркивает, что они были готовы к тому, что им ничего не удастся. Более того, он подчеркивает, что всякий здравомыслящий, человек, которым я, безусловно, в данном случае являюсь, прекрасно понимал, что шансы того, что наша попытка обречена, превосходят, значительно превосходят шанс того, что нам что-то удастся. Вот, может быть, это можно рассматривать как некоторый аргумент в пользу ситуации выбора. Да, и, кстати, возвращаясь к выступлению Павла в начале нашего сегодняшнего заседания, вот, есть некоторая как бы абсурдность этого сопротивления, да, вот, в этом абсурдном жести, может быть, содержится, да, то несовпадение Кузнецова с ролью, которую ему предписывают. Другое дело, что засылая провокатора в их среду, все равно даже в этом абсурдном жести был как бы заброшен крючок, который не позволил ускользнуть даже с помощью абсурдного жести. То есть, в неком смысле Матрица все равно оказалась хитрее. Но, действительно, абсурдное сопротивление было попыткой как бы разомкнуть эту таптологическую безвыходную ситуацию. Коллеги, остались ли у вас еще мысли? Если нет, то тогда я хочу еще раз вас поблагодарить за работу. Вы помогли сделать перевод лучше, и я все замечания учту и внесу, и даже кое-какие по результатам нашего сегодняшнего разговора дополнительные примечания, комментарии нужно будет сделать, видят, наверное, по страничных сносок. Спасибо вам за ваше рассуждение, спасибо за реплики, спасибо за вашу работу. В следующий раз, если я ничего не путаю, Денис Михайлов хочет нам представить черновик перевода очень ранней статьи, очень раннего текста Решира Люрьяу Анруле про Фихте. Вот опять хардкор финология на стыке с немецким идеализмом. Да, рассматривайте эти два наших заседания как отдых, мы возвращаемся обратно на почву философии, на ту почву, она у себя дома, так что ждите зубодробительных тяжелых текстов, которыми с нами Денис поделится, потом к нам вернется Михаил с переводом текста про квантовую механику, так что все это будет. Спасибо, что были здесь, спасибо за участие, и мы все, спасибо, до новых встреч, до следующего семинара. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всем пока. Пока.